всем привет вы на канале ремонт мбт сегодня у нас коротенькое видео посвященное парогенератору philips вот такому малышу у него очень распространенная проблема значит не подает пар греет но пар при этом не проходит убедимся в этом так как видите он нагрелся нажимаю клавишу пара нету приступим к разборке к выяснению неисправности и так для разборки нам потребуется торкс 10 откручиваем единственный саморез открытый также у нас есть два самореза снизу уже у выходных отверстий широкой части за заглушками заглушки поднимаем обычной иголочкой они как правило легко выходят то есть иголкой без повреждения мы легко их поднимаем эти заглушки под ними обычный крест саморезы кстати заглушки здесь разные поэтому левые с правой если вы перепутаете они сядут некрасиво поэтому тогда уже поменять их местами и так обычной отверткой крестовой выкручиваем два самореза дальше лопаткой или каким-то столовым ножом как иногда пользуюсь я вы можете легко разъединить верхнюю нижнюю часть корпуса там есть небольшие защелки ну туда не составляет их разъединить в части корпуса которая уже сужается есть пазы чтобы верхняя крышка в них зафиксировалась вот в сужающейся части а в расширяющейся там уже фиксирует ее саморезы вот вот и как видите выводим из пазов верхнюю крышку нижняя крышка также имеет пазы дальше нам нужно снять вторую часть корпуса которая находится за резервуаром для воды она также очень легко снимается также лопаткой поднимаете вверх вот середины и влево потому что с правой части она также заходит в пазы устройство этого парогенератора самая простейшая по центру установлена электрическая помпа которая закачивает воду из резервуара по белой трубочки в испаритель все это запускается нажатием клавиши который находится снизу испаритель как утюг испаряет воду вот в собственно все устройство самая типовая неисправность этих паровых генераторов это засор форсунки которая находится вот в этой белой резиновой трубочки для этого нам ее нужно снять так мы вот оценили нашу трубку и в ней самом начале как правило располагается форсунка внутри и мы будем аккуратно выковыривать из этой трубки и если она грязная чистить аккуратно выдавливаем пальцами эту форсунку из шланга шланг мягкий поэтому в общем-то выдавливается она без труда ну собственно вот наша форсунка так она выглядит маленькая такая не знаю увидите вы или нет отверстие забито какими-то волосками свалявшимися иголкой просто выковыриваете весь мусор изнутри теперь когда мы его чистили просто надеваем на иголочку и запихиваем обратно в эту трубку чтобы не перепутать с какой стороны она должна стоять имейте ввиду что вода должна поступать в большое отверстие а выходить из маленького подключаем наш переходничок на помпу и устанавливаем все в обратном порядке теперь устанавливаем ту часть корпуса которая под резервуаром у нас для этого заводим сначала эти пазы выступы на корпусе и закрываем дальнюю часть уже прикручиваем ее саморезом резиновый уплотнитель на помпе должен войти в отверстие на корпусе не потеряйте этот уплотнитель иначе у вас не будет просто вода забираться из резервуара таким образом мы собираем корпус и вторая часть корпуса уже заходит укладываем сначала проводки значит верхняя часть корпуса у нас также заходит в пазы и и дальше мы все это скрутим саморезами нагрелся наш парогенератор проверяем работу ну не знаю видите вы или нет но пар пошел что и требовалось доказать забитая форсунка была всему причиной то есть если у вас такой парогенератор вы можете его без проблем разобрать почистить никуда не относя в сервис каким-то мастерам давай сделать самому все на этом я с вами попрощаюсь всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok